приветствую тебя дорогой зритель на моем канале товар из китая сегодня у нас будет распаковка и первое знакомство с этим смартфоном пришел realme q26 128 по памяти и как вы поняли эту посылку вскрывали на таможне я заплатил налоговый сбор 646 гривен давайте скрывать и будем смотреть что нам здесь пришло да вот он вот он этот смартфон смартфон запакованный в пленке и продавец положил переходник это китайская версия смартфона на новом процессоре давайте будем все по порядку смотреть так это 5g версия до 6 128 по памяти и у меня цвет silver 2 11 2020 года выпуска будем его сейчас распаковывать ну и кому интересно сейчас этот смартфон можно взять за 193 доллара эта версия 4 128 а 6 128 будет стоить где-то 215 216 долларов с доставкой ссылку где я покупал конечно же оставлю под этим видео так открываем традиционно желтая коробка realme здесь нас встречает силиконовый чехол хорошего качества такой затемненный чехол инструкции на китайском языке хорошо дальше что у нас здесь еще сам смартфон вот он красавец я заказывал серебряном цвете еще есть цвет blue также такая мощная зарядка блок зарядного 30 ваттная зарядка быстрая поддерживается и в полном обзоре мы протестируем за сколько заряжается наш аппарат и сколько держит батарея и мощный кабель юсб тайп си с таким желтенькой такой внутренней поверхностью ну и иголка фирменная иголка для тройного слота и так переходим к нашему смартфону я вижу здесь на этой пленке нарисован гибридный слот либо 2 наносимки либо одна симка и карта памяти эта модель позиционируется как rmx 2117 и давайте мы извлечем смартфон с пленки вот такой красавец как вам такой цвет пишите в своих комментариях тройной модуль камеры ну слегка выступает с правой стороны у нас кнопка включения она же сканер отпечатка пальца слева только микрофон для шумоподавления с этой стороны у нас гибридный слот и кнопки громкости снизу расположился порт type-c мультимедийный динамик микрофон и три с половиной миллиметров аудио разъем так экран у нас шесть с половиной дюймов да друзья здесь 120 герцовый экран верхнем левом углу расположилась 16 мегапиксельная фронтальная камера ну думаю пора включать наш аппарат смартфон провибрировал и пошла загрузка эта азиатская версия и здесь много будет китайских приложений от которых мы легко с вами избавимся до real me в этом отношении молодцы из коробки есть русский язык и это во всех смартфонах real me сейчас я подключу вай фай и мы продолжим с вами настройку как видите аппарат уже загрузился но здесь нету google сервисов нет play market а нет ничего поэтому нужно установить play market чтобы загрузить google сервисы надо зайти в настройки и и самом конце пользовательские аккаунты выбираем и добавить аккаунт аккаунт google и сейчас мы наберем свой аккаунт google и потом подтянется и play market видите я уже установил и play market и все google сервисы все работает но пришлось немножко потанцевать с бубном и в настройках нужно было выставить нужные галочки в пункте безопасность нужно было поставить галочку разрешить загрузку с неизвестных источников и тогда play market и все google сервисы установились а так телефон очень шустрый все работает все отлично работает китайские приложения я уже легко по удалял которые не удаляются системные я их собрал в одну папку чтобы не мешали и как то так давайте зайдем в настройки здесь есть все необходимое если зайти в экран есть темная тема режим затемнения называется включить если кому интересно пожалуйста здесь 10 android так частота обновления экрана либо 120 герц либо 60 герц на выбор я включил автовыбор так будет лучше система сама будет определять когда включать повышенную герцовку что еще вам показать ну все переведено на русский все летает звук и вибрация давайте посмотрим как звучит наш смартфон мелодию не пропустите звук достаточно громкий и насыщенный что еще хотелось вам показать еще один такой лайфхак кто покупает такой смартфон китайский нужно установить google клавиатуру чтобы у вас был и русский язык и латиница иначе будут и иероглифы и это будет мешать писать в поисковой строке youtube работает все отлично как видите все летает давайте зайдем в приложение камера и посмотрим что здесь за модуль камеры можно выбирать широкоугольный объектив либо двукратный зум и даже 5-кратный зум есть это все можно выбирать есть ночной режим режим видео если затем настройки видео смартфон может снимать в 4к а также 1080p и 720p 60 кадров в секунду либо 30 в полном обзоре будем все это тестировать и проверять фото портретный режим режим 48 мегапикселей и режим еще где есть ускоренная съемка ультрамакро панорама эксперт и съемка по отпечатку пальца что давайте сделаем пробный снимок так пробный снимок теперь двукратный зум ну вот как то так давайте попробуем фронтальную камеру как то так как вам качество я качеством доволен камера здесь на высоте друзья ну что это было первое знакомство распаковка первый взгляд на реалме q2 пишите в своих комментариях что думаете об этом смартфоне а я буду заканчивать наш наше первое знакомство всем пока и до новых встреч